Я, Раидин Виктор Сергеевич, мобилизованный в русской армии. Хотелось бы сказать пару слов о обстоятельствах в целом, что и как здесь происходит непосредственно из уст человека, который здесь находится. И первым делом это отметить, насколько всем на все похую. Насколько вот реально всем на все похую. Начинается это с высшего командования, потому что молодых пацанов, да вообще в принципе не важно, молодой человек, старый человек, его мобилизовали, его что-то там показали, по бумажкам-то, наверное, все готово, да, там все круто, все прошли, на самом деле это не так, это далеко не так. Приводят на позиции, что там, пулемет у противника, что там у них, РПГ, не РПГ, не важно. Вас просто вот так вот приводят, показывают, куда идти и говорят, вперед штурмуйте. Все, и похую вообще. Идите штурмуйте, блядь. Откажетесь, нихуя страшного, мы вас расформируем, блядь, и вы все равно так или иначе пойдете штурмовать. И вообще вот, я не понимаю нахуй, какого хуя мы здесь делаем, вот конкретно мобилизованные, есть, блядь, не знаю, те же контрактники, например, которые, ну, хоть как-то обучены этому делу, которых дольше обучают этому делу, да. И вот говорили мне в военкомате, как говорили, да ты, братан, не переживай, блядь, да это все это, террабарона, будешь стоять вот в Ростове, и чтобы, не дай бог, там что-то на нас не провалилось. А в результате что? А в результате Украина. Вот в чем результате. Ты просто, люди защищают свою страну. Вот просто защищают свою страну, и все. Тут по-другому, ну, никак не скажешь. А мы, получается, вторгаемся в их страну и опиздюливаемся, конкретно опиздюливаемся. Что еще хотелось бы сказать? Думайте головой, думайте. В первую очередь, отказывайтесь нахуй, что бы вам не говорили, блядь, тюрьма, еще какая-то хуйня, отказывайтесь, просто отказывайтесь, и все. Не губите свои жизни. Все, мне больше нечего сказать.